Эти водители ради скорости готовы рискнуть жизнью. Не только своей, но и пассажиров. Топ-10 самых опасных запорожских маршрутчиков назвали правоохранители и городская власть. Как выяснилось, некоторые водители общественного транспорта умудряются ездить со скоростью 98 км в час. Самые лихие гонщики работают в центре и на правом берегу. Рекорды по скорости запорожские маршрутчики, как правило, ставят вечером или ранним утром. К такому выводу пришли в Горсовете. Там проанализировали нарушения ПДД за две последние недели. Список водителей и летчиков огласили в гору управления ГАИ на встрече с руководством компании перевозчиков. 76 маршрут сплошь, особенно 28-47 машина. Мудряется ездить со скоростью 98 км в час по улице Истомина. Это довольно высокая скорость, даже в ночное время, 22-50. Кроме того, на десятке зафиксированы нарушения скорости 89 км в час по острову Хортица. И на 77-м по проспекту Ленина это даже не подамбит. В рейтинг самых опасных водителей попали также маршруты номер 40 и 63, а также несколько таксистов. Их уже вызвали на ковер в Горсовет. Предприятие, которое я перечислил, вместе с директором и летчиком прибудет в среду в 10 часов 30 октября к Глаченко Сергею Михайловичу для дачи пояснений. Практика будет постоянной у нас. Единственное, что количество водителей будет уменьшаться, я так понимаю, потому что при каждом повторении я настаиваю, вы должны принимать самые жесткие меры. Всем перевозчикам без исключения нужно готовиться к новым проверкам. ГАИ совместно с Укртрансинспекцией готовят операцию под кодовым названием «Перевозчик зима-2013». В преддверии нового сезона проинспектируют не только водителей, но и маршрутки. Учитывать будут прошлогодний опыт. Все прекрасно знают, что мы в этом году сделали большой комплекс работ по осмотру транспортных средств. И не секрет, что мы прошлой зимой, в январе, в феврале месяце выявляли по городу Запорожью машины, у которых были разнотипные типы колес на одном транспортном средстве. Но я благодарю перевозчиков за оперативное реагирование на те замечания, которые были выявлены. Ключевым словом является слово «безопасность». Не будет слова «без», получается «опасность». Так вот, наши перевозки на территории нашей области должны быть безопасными. Не забыли в ГАИ и о добросовестных перевозчиках. Накануне Дня автомобилиста им вручили грамоты и памятные сувениры. Правоохранители уверены, тех, кто всегда соблюдает правила дорожного движения и заботится о пассажирах, нужно не только поощрять, но и ставить в пример другим.